На первый взгляд, обычная житейская суматоха этих людей несет на себе отпечаток всей тяжести ситуации, которая сложилась здесь, в Гальском районе, после вооруженного конфликта в Абхазии 1992-1993 годов. Сегодняшняя республика Абхазия де-факто до вооруженного конфликта являлась автономной республикой, входившей в состав Грузии. Зона безопасности, северная часть которой соответствует территории Гальского района, была образована после окончания активных боевых действий в результате переговоров под эгидой Организации Объединенных Наций и Российской Федерации. В мае 1994 года стороны подписали соглашение о прекращении огня и разъединении сил вдоль реки Ингури. Соглашение о прекращении огня в зоне безопасности отслеживается миротворческими силами Содружества Независимых Государств. Противостоящие стороны, а также и местные жители неоднозначно оценивают роль российских миротворцев. Основной функцией их является проверка вот здесь дороги через пост, чтобы не проводили здесь оружие или что-то другое. А кто здесь будет проводить оружие? Тут дорог же сколько захочет человек, сколько и найдет. Через них кто провезет оружие? И вот это я думаю, что здесь нужно что-то по-другому, что-то... Хотя жители высказывали свою неудовлетворенность деятельностью миротворческих сил, в то же время они вспоминали, что во время эскалации вооруженного конфликта в мае 1998 года, в результате которой погибли люди и были сожжены дома, российские миротворцы приутили местных жителей. Те, которые вот остались же, не смогли эвакуироваться, те, которые не смогли уехать, их они сами здесь держали где-то дней 10-15. Они здесь держали, охраняли, никого к ним не подпускали. Так что в тот момент я думаю, что они нам очень помогли. А то можно было бы иметь больше жертвы. Функцией миссии ООН по наблюдению в Грузии является наблюдение за исполнением мандата миротворческими силами. Свою оцетку деятельности миротворцев высказывает главный военный наблюдатель этой миссии, генерал Анис Баджева. С русскими миротворцами у нас деловые, совершенно нормальные отношения. Нами зафиксированы факты, когда отдельные русские солдаты не выполняют возложенные на них обязанности или плохо обращаются с местным населением. В таких случаях они наказываются своими же командирами. Что касается претензий со стороны Грузии по отношению к русским миротворцам, а также обвинения, что миротворцы выполняют только функции пограничников, это вопросы политического плана. Возложение полицейских функций на русских миротворцев или замена мандата эти вопросы должен решить саммит СНГ. Из-за специфики ситуации, которая сложилась в Гальском районе после окончания военных действий, этот район обычно труднодоступен для журналистов. Наша съемочная группа, состоящая из абхазских и грузинских журналистов, благодаря поддержке британской неправительственной организации «Ресурсы примирения» и миссии военных наблюдателей ООН, получила редкую возможность работать в Гальском районе. Я думаю, что мы должны вернуться к нормальной работе, и это требует больше контактов именно общественных организаций, журналистов, неправительственных организаций. Я уверен в том, что это тоже будет нам помогать и содействовать в нашей политической работе. Наш особый интерес обусловлен тем, что после окончания активных военных действий этот район стал основной линией соприкосновения абхазской и грузинской сторон. Работая совместно, мы пытаемся передать реальную картину сегодняшнего Гальского района. Большинство населения Гальского района – грузины, значительная часть которых с разрешения властей Абхазии вернулась в свои дома после относительной стабилизации. Здесь местная администрация и силовые структуры представлены в основном абхазами. Люди все равно должны сюда вернуться. Люди должны здесь жить. В Гальском районе жили и будут жить те люди, которые раньше здесь жили. И плюс к этому, кто должен возрождать район. То есть те же люди должны. На сегодняшний день единственным объектом сотрудничества сторон является Ингурегез. Плотина, снабжающая водой гидроэлектростанцию, находится на территории, контролируемой грузинской стороной, а сама станция – на абхазской стороне. По всей видимости, это сотрудничество обусловлено обоюдной заинтересованностью сторон в нормальной работе этого важного энергетического объекта. После происшествия этих событий у нас сразу уже начались контакты с грузинскими энергетиками. Контакты, потому что жизнь заставляла к совместной эксплуатации. Потому что и как нам жизненно важно было и той, и другой стороне. Вы знаете, в среднегодовом разрыве примерно на долю Абхазии приходится где-то процентов 26. Но нам хватало этого мощности. При этом грузинская сторона обеспечивает техническое функционирование станции, а абхазская – безопасность объекта и персонала. Мы выставили охрану и так далее, убедились, что это трогать нельзя. Так что я, в принципе, персоналом, мы, в общем-то, довольны. Особенно руководящим персоналом. Они очень много сделали, чтобы сохранить эту станцию. Очень много сделали. Почти невозможно, если хотите правду. У вас работают ведь еще из ЗУГДИДИ люди, которые живут в ЗУГДИДИ. У нас, значит, пропускная система имеет свой список, согласованный, значит, высшестоящими органами Абхазии и совместно, значит, с Грузией. И они беспрепятственно переходят через пост Ингуре. Оборудование требует действительную реабилитацию. Не только оборудование, и строительная часть. И плотина, и деривационный тоннель, значит, должны быть реабилитизированы. Ну, мы, значит, объявили, значит, тендер. Цены, которые, значит, заложили в проект фирмы, участвующие в конкурсе, да, они очень высокие. В нашем регионе высокая степень риска. Они заложили коэффициент риска примерно в два раза больше. Если бы у нас был, так сказать, стабильность, мир такой, как, например, в Европе, да, мы бы выиграли миллионы. Поселок Чигали построен в советское время для сотрудников ГЭС и сегодня является частью инфраструктуры электростанции. Помогли финансово, Ингуре ГЭС, дирекция, и сделали на пятку экстационар. И как поликлиника, и как экстационар. Вообще-то мы привыкли видеть врача в белом халате. Почему вот такой форум? Ну, стройка же идет. Сейчас у нас врачи есть, достаточно медперсонала. Если больнее будут, они обслуживают. А мы строим бага. Ну, это ненадолго, на месяц. И снова буду в белом халате. Так что это ненадолго. Три раза в неделю город Гали особенно оживает. В эти дни в городе работает рынок. Сюда приезжают из окрестных сел, да и не только оттуда. Многие здесь зарабатывают тем, что привозят и увозят товары через реку Ингуре и через российскую границу. Вот это ваши конфеты. Откуда вы доставляете? Садлера. Как? Садлера. И сами привозите? Да, сама привезем. И сама работаем. Живем прекрасно. Никто нас не обижается. Работаем все. Копейки делаем и так заработаем. Это женщина из соседнего Чемчирского района. Она была единственной на рынке, которая согласилась на интервью с нами. Другие отказывали. Люди, которые часто переходят мост по реке Ингуре, не желали показываться перед камерой. Нам показалось, что они предпочитают оставаться в тени, чтобы не заслужить упрековать тех, для которых неприемлемо возвращение с разрешения властей Абхазии. Получается, что мы в Абхазию возвращаем, пусть даже мирным путем, женщин, детей, трусов и изменников. Несмотря на сложную и неопределенную ситуацию в Гальском районе, люди возвращаются в свои дома. Эту неопределенность они предпочитают жизни в нищете и в изгнании. Те, которые местные жители не могли прожить минимум там, чтобы не иметь, они все вернулись сюда и до сих пор возвращаются. 80 семьи своими силами восстановили опять свое хозяйство, свой дом и живут в своих домах. Те люди, которые сегодня вернулись, нормально здесь живут, они считаются предателем. Ваша должность подчиняется абхазским властям. Из-за этого вас упрекала грузинская сторона или беженцы. Я стал работать, чтобы люди помирились, и те жили хорошо, и эти жили хорошо. Тогда поняли, и уже по-другому они говорят. И многие спасибо через кого-то оттуда я получаю очень часто. Главный врач Гальской районной больницы Георгий Кверти вернулся в родной город два года назад. Ну, когда первый раз мост переходил, с той стороны до этой 850 метров, я выкурил полпачки сигарет, потому что боялся. Я приехал сюда, смотрю, коллектив уже, правда, постарел, с которыми я работал, которые с моей матерью работали. И как-то решил остаться на месяц. Ну, месяц, потом второй, потом третий, вот мой дом рядом. Вот так, вот так, вот так, и вот скоро, через три месяца, будет два года, как я здесь. Доцент Чеминава, который до войны заведовал этим отделением, а сейчас он в Ленинграде. Ну, он в год раз приезжает на месяц. Приезжает из пилищи профессор Маршава. Он, они местные все. Вот, и тогда наступают у нас бурные дни, очень много больных. Несмотря на то, что, по оценкам экспертов в Гальском районе, самой напряженной и опасной является нижняя зона, жизнь там постепенно налаживается. В селах функционируют местные администрации, амбулатории и школы. Люди начали возвращаться, и нужда в школе, само собой, уже возникла. И местное население просто попросило меня, вот, если сможешь, говорят, вот, давай сделаем так, организуем, потому что дети у нас здесь, мы не можем ездить, там, или куда-нибудь, в другое место. Уже до 100, уже доходит, да, 80 сейчас учащихся, что их так на произвол судьбы же нельзя бросать. И есть такие ребята, которые 10-12 лет, писать не умеют, читать не умеют. И будет же когда-нибудь нормальная жизнь. И как в той жизни они себя потом покажут. Отремонтировали вот это здание, и вот здесь начали учиться. А после 98-го года это здание тоже было сожжено. И хозяин его любезно предоставил нам этот дом, чтобы временно там, чтобы открыть школу и в частном доме начали. Кроме меня, все профессиональные педагоги. И все они молодые. Фридон Чакаберия из Пиццаргали, благодаря своему трудолюбию и желанию возродить родное село, уже второй раз восстановил предприятие, в котором на сегодняшний день работает 70 человек. Строили дорогу в лес, чтобы вывозить баланс из леса. Построили здания, эти здания все. Приобрели несколько станков. У нас все было. Все унесли, украли. Разрушено было. Приобрели еще машину, грузовую машину. Вот я пошел потихонечку работать. На производстве мы обеспечиваем сейчас цитрусный совхоз. Мы уже второй год им обеспечиваем. В этом году мы изготовили, им сдали около 40 тысяч ящиков для мандарин. Это, безусловно, увлеченный своим делом человек, который все доходы от предприятия опять вкладывает в его развитие, несмотря на то, что сам живет в вагончике во дворе своего сожженного дома. 90% вернулись люди. Да. Вот это вот, что они видят, что мы тут работаем уже второй год, потихонечку уже едут люди, возвращаются. Несмотря на то, что у них все дома не стоят, но они потихонечку нашли и строят потихонечку. Мы тоже помогаем. А так есть у меня очень много идей, очень много идей. Если было бы немножко поддержки, я могу, чтобы весь села, включая инвалиды, дети и пенсионеры, чтобы все работали. Я всем подключу. Но надо, немножко поддержку надо мне. После окончания активных боевых действий активизировались неформальные вооруженные группы, состоявшиеся из Грузии. Лидеры таких групп часто заявляли, что они готовы силой вернуть Абхазию. Из разговоров с местными мы поняли, что их действия с одной стороны и недостаточности сил абхазской милиции для обеспечения порядка с другой, создают благоприятную ситуацию для криминала, жертвами которого становятся мирные жители. Мальчишка уже сделал себе маску, взялся за оружие. Совсем испортился парень. Ведь жалко, если кто-то себя не пожалеет и убьет его. А такие ребята найдутся. Меня саму дважды, трижды грабили. Сколько раз подстерегали на дороге. Кто должен обеспечивать безопасность? Естественно, власть. Власть на кого опирается? Естественно, на народ. Но, к сожалению, люди боятся этих, в милицию работают. Вот тут они боятся. Почему? Потому что у многих родственники на той стороне, у многих там дети учатся. Иная картина в других селах, расположенных в верхней части района. Здесь есть комендатура и местными селами, совместно с комендантом организовано здесь и дежурство. Было время, когда здесь вооружение местными селами 15 человек защищало сел. Здесь есть комендантный селами.